Ксения Арцебашева прошла все круги ада, чтобы попасть в больницу к умирающему отцу, Владимиру Арцебашеву. Мы обязаны запустить сюда дочь. Он в тяжелом состоянии. Обязаны. Она имеет допуск каждый день, каждую минуту. Владимир Арцебашев – старший брат актера и режиссера театра имени Маяковского, Сергея. Владимир Николаевич – человек в российском шоу-бизнесе известный. Создал и выпускал в эфир некогда популярную музыкальную программу «50 на 50». У Владимира внебрачный сын Денис и две законных дочери Анна и Ксения. Мать девушек Анжела прожила с Владимиром в браке много лет. Правда, потом Арцебашев с ней развелся, но не расстался. До 2004 года я думала, что они были женат. Но, как кажется, они развелись давно еще, но просто они развелись по бизнесу. Они спали в одной кровати, всем говорили, это моя жена, это мой муж. Да они до сих пор, если спросить папу, бывают, он говорит, это моя жена. Дочери постоянно живут в Америке. Владимир и Анжела мотаются между двумя континентами. Но Ксения уверяет, отец всегда на связи. В июне ходили на мюзикл «Анастасия» в Нью-Йорке. Я, сестренка и папа, улыбающиеся еще. Не видно, чтобы мы ему так надоели, чтобы от нас спрятаться. Вот мы с папой общаемся, постоянно мы с ним общаемся. Была у Владимира еще и любовница. Не тайная. Бывшая жена про нее знала. Претензий не имела. Дети тоже в курсе. Некая Екатерина Шакина. Так вот, в последние несколько лет Владимир с Шакиной разошлись. У него начались проблемы со здоровьем, ставили шунты в сердце. И он вернулся к бывшей жене, Анжеле. Так оно обычно и случается. Он жил на этой квартире с моей мамой, где она за ним ухаживала. Они ходили к врачам своим. Он такой человек, что он уже с врачами, он звонит им просто пообщаться, поболтать с своим врачам. Арцебашевы люди не бедные. У Владимира в собственности были квартиры в Москве, дача, валютные счета на несколько миллионов долларов. И он все это планировал оставить детям. А завещание в каком году было написано? Оно было написано в три года тому назад, в 16-м году. Ну, в долларах большая сумма. То есть это наследство, да? Да. То, что должно было между девочками? Да, и сыном. В июне этого года, когда Анжела и Владимир уже ходили по больницам в Москве, снова появилась Екатерина Шакина. Владимир переехал с ней на свою дачу в Нахабино. Собственно, ни Анжела, ни дети не удивились. Но пару недель назад Ксении позвонил московский друг Арцебашева Андрей. И по телефону мне и сестре начал плакать, что девочки, вы должны приехать, потому что папа, с ним что-то творят, он не в хорошем состоянии. Андрей не мог дозвониться до Владимира. Забеспокоился и съездил к нему на дачу, навестить. А там он увидел своего друга в невменяемом состоянии в компании какой-то неизвестной сиделки. То есть он сидел на кресле на первом этаже, и не... То есть в прострации абсолютно глаза были закрыты. Я говорю, а почему вы не вызовете скорую помощь у сиделка? На что сиделка мне сказал, что сейчас врач приедет. Выяснилось, что за несколько дней до этого Владимир написал доверенности. Все недвижимое имущество, квартиры, дачи отошло двум людям. То есть самый Шакиной и некоему Александру Ковшову. О нем позже. После этого Шакина срочно уехала в Канаду, а Арцебашеву резко поплохело. И Ковшов, кем он приходится Владимиру вообще непонятно, госпитализировал мужчину. Причем госпитализировал как-то странно. Например, если бы это была скорая помощь, значит его бы мы должны были из Нахарина отвезти, или в 67-й или еще куда-то в государственную. Нет. Значит он был направлен именно в эту больницу. Вот, собственно, это частная клиника. Неприступная крепость из стекла и бетона, куда Владимира привезли без сознания. И куда целую неделю с боем не могли прорваться бывшая жена и родные дети. Не врите, не врите. А почему вы меня тихо написали? Ой, как вы меня в чат с местности брошли? Они вызывали полицию, писали заявления о похищении человека и о мошенничестве. Все-таки согласитесь, странное совпадение, что Владимир, как только переписал все свое имущество на непонятных людей, тут же отправился в частную закрытую клинику. Здесь вообще ситуация, как это, попахивает с чем-то таким достаточно криминальным, на самом деле. Ну да. А то, что главврач категорически не выдает пациента, да, ну здесь, не знаю. Или даже сидеть. Какая у нее заинтересованность здесь может быть? В минувший понедельник мы попытались вместе с Ксенией прорваться к ее отцу. Дверь закрыли прямо перед носом у девушки. Мы позвонили в полицию. Мы заявили, что они тоже хорошо. На порог пустили только полицейских. Мать и дочь опять остались неудел. Через полчаса они вышли. Сказали, что сейчас приедет участковый. Во всем разберется. И испарились. Мы подождали еще полчаса. Поняли, что участковый не появится. И решили сходить в ОВД по Даниловскому району, который находится буквально в соседнем дворе. В ОВД увидели нашу делегацию из Арцебашевых съемочной группы и адвоката. Прислали на переговоры кого-то из начальства. Он заверил, мол, сейчас все решим. Нужно только написать заявление и отдать его оперу полномоченному. Тогда сейчас пишем заявление, объясним, все, как положено, собираем материалы. Объяснение к оперу оправляйте, потому что там почти течение человека уже у нас идет. Заявление написали. Отправились к тому самому оперу, который должен во всем разобраться. Дежурное заявление принял, но сказал, что нужно обращаться к участковому. Это к тому, которого мы, по идее, до сих пор должны были ждать у клиники. А где он? А на втором этаже. Идем туда. Участковый, который, оказывается, уже был в этой клинике по нашему делу, не очень-то хотел туда снова ехать. Но нас было много, и мы были шумные. Так что кое-как уговорили. Слава богу, второй визит полиции увенчался успехом. Детей пустили к отцу. Пустили рядом побыть, и то хорошо. Но Арцебашева решили перевезти отца в другую больницу, потому что боялись, что после визитов полиции и СМИ жить ему осталось недолго. На следующий день они отправились на переговоры, но в перевозке им отказали. Договор о нахождении Владимира в стационаре, а это порядка 100 тысяч рублей в сутки, заключил тот самый Ковшов. И вот, мол, кто платит, тот и решает. А Ковшов этот, естественно, позиций своих не уступает. Вам нужно с Олегом Юрьевичем с автоподъектом прокуратуры отозвать заявление. Заявление отзывать не будем, пока не заберем. Вы хотите что? Диктовать какие-то условия в смысле вымогательства? Вы что, с ума сошли? Если как бы начнется в формате прокуратуры и всего остального, касательно моей персоны и так далее, я, значит, поймите, я ничего не нарушу. Поэтому, ради бога, я потеряю время, мои прокаты поедут и вопрос... Очень хорошо, я согласна. Постойте, да кто он вообще такой, этот Ковшов? Какой-то непонятный человек с улицы, который почему-то поместил Владимира в платную клинику, заключил договор. Во-первых, родственники могут оспорить заключение договора. На каком основании? Он кто? То есть, ну, сосед молодец, он может заняться, допустим, он может заняться благотворительностью, молодец, если он там хочет оплатить лечение и так далее. Это совершенно разные вещи. А родственники, они принимают принципиальное решение. Мы, кстати, навели справки. Ковшов Александр Владимирович работает управляющим в другой московской частной клинике. Никто из Арцебашевых о нем раньше никогда не слышал. Поэтому неизвестно, когда и как он познакомился с Владимиром. И каким образом ему удалось добиться, чтобы тот переписал на него имущество. Зато мы выяснили через соцсети, что он знаком, как минимум, с дочерью Екатерины Шакиной, подруги Арцебашева. Мы позвонили Ковшову. Сначала он отозвался на свое имя. Алло. Здравствуйте. Александр Владимирович? Да. Вы Александр Владимирович Ковшов, правильно? Правда. Правда, потом почему-то передумал. Сказал, что это не он, и на вопросы отвечать отказался. Во-первых, не подтверждая свое имя и честное имя, это раз. Лежит человек в госпитале частном. За него платят большие деньги, его пытаются вылечить. В чем проблема? Зачем вы звоните? Шакина тоже не захотела общаться. У вас передача, как называется? Вот, знаете, живите по-человечески и еще в рамках закона. А тем временем квартира Арцебашева в Екатеринбурге, на которую как раз получил доверенность Ковшов, уже выставлена на продажу. Ну а что касается клиники, где оказался Арцебашев, заведение это ой какое непростое. Директор, он же главный врач, Олег Юрьевич Серебрянский, бизнесмен. Когда мы начали писать запросы в клинику, он позвонил нам и пытался убедить сюжет не делать. Делать это просто эфир, писать то, что там написано, я бы не очень не хотел. Но у вас сейчас задача какая? Если речь идет о маленькой живопырке, то пожалуйста. Дочь 17 лет назад по закону перестала быть зависимым лицом, равно как и ее мать. Серебрянский согласился пообщаться с нашим корреспондентом. Мы и пошли. В кабинете главного врача картины в старинных рамах, канделябры и во всю стену огромный экран, на который выведены камеры слежения. На вопрос, почему не пускаете родственников к умирающему, врач отвечает, мол, а кто вам сказал, что дочь родственник? Специально для вас, Олег Юрьевич, мы записали интервью с двумя экспертами, с адвокатом и с врачом мирового уровня. Так вот они оба уверяют, что по законам нашей страны родственников обязаны пускать к пациенту. Родственники имеют право находиться в реанимационном отделении даже не один человек, а несколько. Они могут там остаться, они могут ночевать там. Закон, еще раз повторюсь, скажу, что он вышел 29 июня 2019 года, он вступил в силу, и мы должны работать по этим законам. Причем это касается и государственных, и частных клиник. Родной дочери ей как доступ должны предоставить, так и возможность увезти отца там в государственное учреждение какое-то для лечения. Вот. Формально, формально, ну, я бы сказал, что здесь даже действия врачей подходят под статью Уголовного кодекса, это 127-е, незаконное лишение свободы, не связанное с похищением. Кстати, полиция все-таки начала проверку. Поступило заявление от дочери гражданина, в котором она сообщает о том, что есть основания полагать, что человек, который поместил ее отца на лечение в частную клинику, может быть причастен к завладению его имуществом и может умышленно причинить вред здоровью отца. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом. Но в итоге переговоры штурмы клиники с журналистами и полицией оказались напрасны. Накануне нашего эфира нам позвонила плачущая Анжелика и сказала, что Владимир Николаевич Арцебашев умер. Но даже после его смерти родственников в клинике не жалуют, к телу не подпускают. Теперь им снова нужно будет бежать с заявлением в полицию, чтобы сделали вскрытие, установили, от чего умер Владимир Николаевич. Надеемся, что хотя бы теперь, после его смерти, полиция выяснит, каким образом были написаны доверенности на имущество Арцебашева, кем ему приходится ковшов и почему клиника, где лежал умирающий, так упорно не допускала к нему родных. Мы, разумеется, будем следить.